В прошлом году, когда стало известно, что Динамо Алтай впервые за 17 лет будет играть в чемпионате ВХЛ, мнения болельщиков и профессионалов разделились. Кто-то уверенно заявлял, что команда сможет побороться за ТОП-16. Другие, напротив, говорили, что наше место последнее. Теперь уже можно сказать, что в дебютном сезоне все вышло очень даже интересно. Фаворитам Барнаульцы давали бой и даже выигрывали матчи, если и были проиграны, то в упорной борьбе. Такого хоккея в Алтайском крае не было. Мы вернулись на этот новый уровень. Хочу спасибо сказать СМИ, всем, кто помогал, нас поддерживал. Первая сложность, с которой клуб столкнулся – это плотный календарь игр. В чемпионате принимало участие 29 команд. Это 56 игр. В некоторые месяцы приходилось играть по 10 матчей. Это, конечно же, сказывалось на физическом состоянии спортсменов. Да, нам не хватило. Мы чуть-чуть проанализировали, буквально день до начала игры, потому что очень плотный календарь. Выступая в прошлом году в другом клубе, тоже сравниваешь маленько, нам хватило денечка. Хватало одного лишнего для восстановления, и мы более-менее подходили к домашней серии. Здесь у нас этого в этом году, к сожалению, не было. Поэтому, может быть, такие иногда невзрачные игры, но через них проходит любая команда. В планах администрации клуба сохранить 70% состава. Что касается главного тренера, директоры ведут с ним переговоры о продлении контракта. Более опытные игроки отметили, что сезон был сложный, но каждый старался выкладываться. И как хоккеисты парни выросли. Но критика со стороны болельщиков осталась, и это вызывало удивление. Когда ты читаешь, заходишь в соцсети, что там творится, для меня это вообще непонятно было. Как можно, я не побоюсь сказать, такую грязь писать про ребят, про команду, тренерский штаб. Лично про меня я вообще столкнулся впервые с таким. Вроде нормально играл, старался все делать, что зависит от меня. Конечно, не всегда там разные игры бывают. Мы все люди, а такие вещи писать, я считаю, просто противопоказанным. Теперь команда уходит на большой перерыв, а сотрудники клуба уже начинают подготовку к новому сезону. По словам директора клуба, он точно будет еще интереснее. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.